Здравствуйте! Сегодня 29 октября. Сегодня у нас тепло, солнечно. Перед этим были два дня дождей. Нужно сегодня доделать яму под воду, переделываем старый люк, который был из этой металлической коробки. Выкладываем кирпичом, но это по хозяйству. Обрезала я здесь жимолость. Отсюда надо будет красить и перешёточку. И немножечко я её буду по-другому здесь формировать. Здесь поставила забор, поэтому сейчас можно здесь сделать красивую обрезку делать. Раньше были заросли для того, чтобы поменьше посторонних глаз было, и чтобы никто не лазил. Ну а теперь всё почистила на следующий год. Если будет всё хорошо, надеюсь, у меня получится то, что я задумала. Уйма уборки. Прошлый раз обрезана. Обрезала здесь полуносила. Ну и ещё опять накопилось. Надо всё собирать и убирать, вывозить. Ещё яблоня у меня поздняя в листве. Собирать здесь рановато, конечно. Это я сейчас соберу. Опять потом нападает. Но в прошлый раз уже обрезала пионы в этом месте. Это яблонька уже полностью. Уронила листу. Чёрные абрикосы. Не знаю, что с этим деревом делать. Может быть, даже его убирать, потому что толку от него никакого нет. За всё время. Хотя она ещё и молоденькая, но... Сколько уже лет? Пять, семь, две. А в рекосине я увидела. Так, здесь возле заборчика привожу в порядок. В прошлый раз обрезала гибискусы. Каждый год я их обрезаю. Потому что много цветов, много завязывается семян. Потом, если не вовремя обрежешь, они сеются и приходится по весне выдёргивать то, что взошло. Обрезала гортензию. Одну, вторую. Там ещё третья. Короче говоря, заборчик привожу в порядок. Тут и гигелы, и розы. Всё это раньше сажалось для того, чтобы закрыть забор. Тепку радится. Теперь вот так вот. Очень довольная, что я сделала наполовину заборчик. Не полностью, потому что от глаз я, в принципе, спряталась. А нижняя часть будет освещаться, и растения будут получать достаточно солнышка, которые растут. Которые низенькие растут внизу. Ну, опять-таки, всё это закроется. С уличной стороны буду делать обрезку. Там у меня тоже закрывается. Буду держать растения в определённых размерах, чтобы не выходили за пределы приличного. Сентябрины уже надо стричь, розы обрезать. Пионы уже, вот как интересно. В прошлый раз приходила, они ещё зелёненькие были. Пионы уже потемнели, край надо резать. Ну, здесь красота. Осень. Жёлтая, количневая. Цвета, конечно, поменялись, но всё равно красиво. Ну, вот посмотрите, какой пион стал чёрный. Приходило в прошлый раз. Зелёненькое было всё. Ну, вот она. Если успею, обрежу. Нет, значит, попозже. Потому что у меня сегодня другие планы. Ну, зато хороша лилия. Кандидум. Кажется, так. Углеи надо резать. Так, пойду дальше. Кстати. Начали цвести губки. Вот эти поздненькие, поздненькие, поздненькие. Хорошенькие. И вон они надо резать обязательно. Так, идём дальше. Ещё ровный цветок. Ещё ровный цветок. Сегодня хочу гортензии дорезать. Вот одна. Вот одна. И ещё одна у меня там. Оцвели уже. Сентябренный, конечно. В не очень хорошем состоянии. Наверное, буду убирать. Так, виноград девичий. Уж очень он агрессивный. Так, ну, вроде бы хорошо он закрывает забор. Но в сторону уходит. Перекидывается на соседей. И очень быстро он это делает. Я не успеваю за ним убирать. Надо будет избавляться. Подсадила я там, вроде бы, менее агрессивное растение тоже, чтобы заборчик закрыть. Ну, посмотрим. Может быть, и с ним буду расставаться. Останусь с голыми заборами. Просто буду прикрывать какими-нибудь кустарниками, а не лианами. Я в лианах начинаю разочаровываться. Не устраивает. У меня их поведение. Вот так у меня первый опыт обрезки. Можжевельник. Такие вот шапочки у меня получились. Не знаю, сейчас видно, не видно. Или, может быть, вечерочка. Перед тем, как убежать, я еще раз подойду сюда, покажу. Более выгодно. Светим. Не в свете, а в свете. Потому что сейчас, может быть, не очень хорошо видно. Так. Здесь мой Пьер Рансар разросся. Ого! Здесь красотка. Розочки. Здесь у меня и самосевы. И нам вроде бы как высокорослые хризантемки. Сортовые. Челки. Я их стригла. Вот такие вот кустики получились. Симпатичные. Оставила только вот это чудо. Сколько у меня хризантем было. Очень много. Ульма целая. Я почти всех скупила в свое время. Пробовала и шариками. И не шариками. У всех цветов. Махровые, не махровые. Остались у меня только самые стойки, которые подходят для меня, для моего садика. Ну и те, которые не требуют большого ухода. Ну и они очень симпатичные получились. В этом году прям прелесть. Слегла я их не один раз. Зацветают они. Ну возможно чуть-чуть позже. Хотя если вовремя их подстричь, то все будет нормально. Немножечко отвлеклась. Вот сейчас вот это снимаю и пойду сделаю пересадку. Потому что вот они все разнобойцы тут. Видите, она вроде бы как вместе. а вот тот уже цвелло. Ну туда и пересажу там, где у меня ранненькие цветут. Я сейчас его пересажу. Ну какая красотища. Осенняя красота. Осенняя. Вот такие хорошенькие. щас туда пройду. Все самосев. Ну вот это вот буду пересажать. Ну рано цел. Вот красавец какой. Ну это не пчелки. Не пчелки. Вот на солнышко вылетели. Там кустики рыженькие. Тоже вот никак не могу от них избавиться. Они высокие. Не люблю я высокие. Но избавиться от них никакого нет. Желаний и сил. Красиво. Ай какая прелесть. Вот это тут мы всегда радуем. Это чудо и невысокий. И цветет рано. Цвести начинает. Можно будет их стричь. Зацветают они. Процветают по крайней мере у нас успевают процвести. Все жестенькое. Зелененькое. Коричненькое. Естественно. Дерен порозовел. Тут розочки. все уже желтое. Дел уйма. Пены еще кое-где зелененькие. Но уже все здесь надо убирать. Здесь хризантенки. Там еще синтеглинки симпатичные. солнышко. Солнышко. Август ренуар. красавица. Это красавица. Пересаженный мой дерен желтого цвета. красавица. Так, так, так. барбарис. Так. Ну, вот так вот. Здесь. очень люблю, когда листва с вишней упадает. Потом она желтеет. Краснеет. Всегда очень красиво бывает. На дорожках лежит разноцветие. стриженый мой кустик. Здесь лесохвостник. Вот тюрин поближе. Пора завела. Роза там с поспевающими плодиками. Красота. Здесь моя дорожка. Здесь хост. Моя красотища какая. Ой, какое все красивое. хосты уже, конечно. Убирать надо. как интересно, как красиво они смотрятся. Зеленые мои хвостные. Ирисы надо резать. Виноград. Здесь все надо обрезать. баданчик вечно зеленый. Здесь я, кстати, немножечко прошлый раз, если не привела в порядок, то подсадила лилийники. Ну, и так немножко получше стало в плане, в общем плане. лилийники. ну, это еще нескоро я сюда дойду. Надеюсь, погода позволит. лилийники. плотник вот такой желтенький, здесь желтенький, там у меня коричневый. смородинка еще листья не пороняло. Вот отсюда вот такое вот чудо. Каждый сезон хорош по-своему. Попозже немножечко, если получится, к вечеру всегда хорошие съемки бывают. Если получится, сделаю. Покажу вам. Вот эту красотку буду обрезать. Красота какая. А, солнечная. Солнечный пузыреплодник. есть много чего пересаживала. Здесь уже давно вроде бы как вырезала. Оно уже растет, отросло тепло. вот. Здесь еще порядок. Порядок надо наводить. Ого, сколько времени. Точно не успею до Нового года. Ну, вот здесь пройдемся. Получится вечером хорошие сделки. в таблике обязательно покажу. Ой, красота какая желтая. Вот так вот встречаем осенью. уже пришла. Так, ну, все. все вам показала. Камбочка красавица. Какая красивая девочка водяная. все вам показала. До свидания. Всем здоровья и мира. безопасно. fortе э э Продолжение следует... 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 Продолжение следует...